Артем Фролов Плавает с трех лет. В спорт его привела мама, тренер спортивной школы «Икар» Виктория Шалыгина, которая вырастила не одно поколение чемпионов. Напряженные тренировки шесть раз в неделю мальчика не пугают. Для него плавание – лучший способ снять напряжение. Если у тебя, например, был тяжелый день, ты пришел по плаву, расслабился, когда ты чувствуешь, что ты набираешься сил. Под руководством Виктории Викторовны Артем уже становился призером-победителем различных городских областных соревнований. В свои 10 лет у него третий взрослый разряд. На днях спортсмен вернулся из Нижнего Новгорода с очередной наградой – серебряной медалью первенства Нижегородской области среди мальчиков 2012 года рождения на дистанции 100 метров бутерфляй. Я оцениваю то, что я очень достаточно хорошо проплыл, особенно для своего возраста. Мама твоими успехами гордится? Да, естественно, гордится. Всего в соревнованиях приняли участие 30 сборных команд из Нижнего Новгорода и области. Команда «Сароу», в составе которой плыл Артем, стала пятой в общекомандном зачете. В седьмой школе стартовал муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди девушек. За победу борются 10 команд. Второй день соревнований был щедрым на эмоции и поддержку болельщиков. Два лидера соревнований встретились на паркете 15-й лице и 10-я школа не раз становились призерами муниципального этапа первенства школ города по волейболу. На эту игру юные спортсменки были настроены решительно. Первая партия закончилась в пользу 10-й школы, но во второй соперницам удалось сравнять счет. Третья партия стала решающей. А третью сначала проигрывали ее, немножко так они вели все, потом немножко догнали, сравнялись, при счете 6-6 сравнялись и девочки просто поувереннее. У одной девочки подача у нас не шла, а потом она решила почти всю игру, в концовке она решила ее. То есть у нее пошла игра, подача и она сыграла достойно, хотя Валерий Иванович ругался на нее постоянно. За первое место в муниципальном этапе первенства борются 10 команд школ города. Их разделили на две группы. Лидеры каждой группы выйдут в плей-офф на стыковые матчи. Игры были эмоциональными не только для юных спортсменок, но и для самих наставников. Им важно было поддержать команду, настроить на победу, давать советы в ходе игры. Девочки, они всегда непредсказуемы. С девочками очень сложно играть. Где-то надо похвалить их, где-то поругать надо. Психология у них очень интересная. Они могут просто встать и оставить всю игру. А могут просто играть и побеждать. Бывает, что старшим девочкам уже тяжеловато ходить. У них сейчас репетитор 11 класс и остальные девочки 9 класс. Вот так с трудом все получается. Но они стараются и вот видите результат на лицо. Победитель муниципального этапа отправится защищать честь города на зональные соревнования в Арзамас. 1 декабря спортсмены спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились к всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона. Первый день зимы в Сарове выдался по-настоящему морозным и сказочным. Этот день самые юные лыжники отметили соревнованием. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились к всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов. Мне нравятся лыжи, и от лыжи мы становимся сильнее. Я умею уже кататься на коньком. Мы ездим по большому кругу. Они очень сложные. Хочу научиться быстро ездить на лыжах. Это очень необычный спорт. Я сама захотела на него. Очень мне понравилось. Я решила дальше продолжать. Мы катаемся по восьмарочке, по двойке. Иногда, надеюсь, скоро на тройку пустят. Я пришел первый раз на лыжи, и там я мог купаться, там всякое такое. Ну, со временем все получится всегда у всех. Ребята получили заряд бодрости и позитива. На финише участников массового лыжного забега также ждал маленький сюрприз. Им вручили открытки с автографами олимпийских чемпионов. Зимний сезон на лыжной базе планируют открыть 18 декабря. По праздникам и соревнованиям сезон обещает быть насыщенным. Планов всегда очень много. Сезон, как обычно, насыщенный. Очень большое количество соревнований, спортивных мероприятий. В январе это чемпионат и первенство Нижегородской области по лыжным гонкам. Кроме этого, наше традиционное мероприятие – это День снега. В феврале также и Лыжня России, и Мемориал Музрукова. И также будем проводить здесь первенство области. Все трассы лыжной базы готовы и ждут горожан, которые любят проводить свой досуг с пользой для здоровья. Здесь есть и оборудованная зона для катания на летянках и сноутюбингах. Зачастую надувные сани или ватрушки развивают большую скорость и становятся неуправляемыми. Чтобы избежать травм при катании на тюбингах, нужно соблюдать технику безопасности, выбирать специально оборудованные места и смотреть на погоду на улице. Не успели холода прийти в наш регион, как любители зимнего досуга уже вышли на первый тонкий лед водоема, чтобы порыбачить, покататься на коньках и ватрушках. Такую картину зафиксировал нижегородец на видеокамеру. Безрассудство и несоблюдение правил безопасности стоило здоровья еще для двух жителей области, которые катались на ватрушке. 18-летний водитель прицепил тюбинг к автомобилю и таким образом катал двоих молодых людей. Ватрушка врезалась в газовую опору. В результате экстремалы госпитализированы с переломами и другими травмами. Важно помнить, что любимая зимняя забава не так безобидна. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при несоблюдении правил безопасности. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда идет повышенный травматизм, то есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самые непредсказуемые, как бы, скажем, зависит от скорости, с какой ты не сверстишь, с такого склона, и какие препятствия там внизу тебя ждут. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого обратитесь к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного человека. Крайне опасно привязывать тюбинг к бомберу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами и какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Основное требование – это чтобы не было катания спиной вперед, чтобы человек не прыгал на горку в тот момент, когда уже только что начал спускаться. То есть должна соблюдаться обязательно очередность. И также нельзя кататься на ватрушках в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Тщательно подбирайте место для катания. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Зону для катания на лыжной базе готовят с лета. Летом, естественно, идет выкашивание травы, убирается порсель, которая подходит к горке, произрастает. И также и укатывается зимой. Это ретраком. Обе горки укатываются, чтобы была более ровная поверхность, потому что народу катается очень много, и трасса иногда, скажем так, обледеневает. Лед образуется. Поэтому, естественно, ретраком ее разбивают, чтобы не такая сильная была скорость, и в то же время ватрушку не выносила на лыжную трассу. Не катайтесь на ватрушках в оттепель и при небольшом снежном покрове, так как при спуске с горы тюбинг может резко затормозить. А при сильном обледенении горки можно получить различные травмы. Лучше дождитесь устойчивой снежной погоды. На лыжной базе зимний сезон планируют открыть к середине декабря. Стартовало традиционное голосование за выбор лучших спортсменов и спортивных команд Нижегородской области «Лучший в спорте-2022». В нескольких номинациях представлены спортсмены и тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Спортсмен года – Артем Мальцев. Молодое дарование в олимпийских видах спорта – Никита Родионов. За преданность спорту – Седов Николай Евгеньевич. В номинации «Молодое дарование» в неолимпийских видах спорта представлена чемпионка России 2022 года по русским шашкам среди девушек до 11 лет Алиса Рубцова. Поддержать саровских представителей можно на сайте stadionnn.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова